Эрик сюда. У меня есть замечательная папка, в которую я складываю фотографии других агентов, которые размещены на просторах интернета, где люди пытаются продать ту или иную квартиру. Например, вот одна из фотографий. То есть люди рекламируют буквально все что угодно, кроме самой квартиры, размещая там вообще непонятно что. Папочка эта служит исключительно для поднятия настроения. Можешь посмотреть то, что в ней есть. А пока я расскажу о том, что должно быть при фотографировании объекта недвижимости для размещения его в рекламу. Это должны быть фотографии с самой квартирой, какая бы она ни была. Хорошая, плохая, с ремонтом, без ремонта. Все это нужно сделать для того, чтобы было понятно, что человек едет смотреть. Оптимально, если есть еще вид дома снаружи, есть вид планировки, то есть сама планировка, вид из окна. То есть все те вещи, которые должны, по сути, быть на виду. Чем больше в объявлении размещено, тем, соответственно, меньше будет вопросов у звонящего. То же самое касается описания, но это вообще отдельная тематика. Поэтому сейчас нам поступил звонок о том, что нужно ехать принимать в работу объект. По-моему, его еще нужно освободить. И на примере этого объекта я договорился, что я сниму сам процесс того, как я делаю фотографии, то есть какие они должны быть, и как хорошо бы, чтобы это делали остальные. Потому что это экономит время наше, это экономит время ваше, и это экономит время, собственно, клиентов, которые поставили задачу в данный объект недвижимости продать. Поэтому не будем тратить времени. Упоконим! Спасибо! 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 Так что мы уже 5 часов из этой квартиры выносили весь мусор, все вынесено. Квартира без ремонта абсолютно, его тоже нужно делать. Что-то нам везет в последнее время на такие квартиры. Суть! Почему многие долго продают квартиру? Делают они это потому, что они не показывают основные моменты. Они не показывают о том, что здесь есть страшные ниши, которые нужно привозить в порядок. Люди не показывают о том, что нет ремонта в туалете. То же самое. Здесь нужно делать все с нуля. Очень часто люди не показывают того, что вид, в принципе, тоже не очень хороший. То есть вид, по сути, в стену жилого дома. Но чем больше вот этого всего разместим фотографий, тем меньше будет вопросов от тех, кто нам звонит. То есть те, кто звонит, они видят о том, что вид сюда, ремонт делать надо, и они не поедут, они уже калькулируют. Звонить будут те, кому, в принципе, на это все равно. То есть те, кто готов сюда вложиться и сделать нормальный ремонт под себя. То есть это неплохо. Такие квартиры тоже берут и берут их на ура. То есть вот в таком вот состоянии. Потому что сделать ремонт, ну, кто-то может, кто-то нет. Но делать его надо в большинстве случаев. Здесь хотя бы сносить по минимуму. Вот. Поэтому показываем, что вот есть такая квартира. На фото будет, то есть что можно демонтировать, что нельзя. То же самое. Ну и фотографии чуть позже в конце видео будут приложены. То есть то, как эта квартира должна быть отснята. Единственное исключение. Сейчас за окном дождь и все серенькое. Это Питер. Вот когда будет солнышко, мы сюда приедем еще раз и сделаем фотографии с солнечным видом из окна, когда будет хорошо. Так что вот, меня зовут Александр Суслов. Ты на канале понаехали. Просто кратенькое видео о том, как мы снимаем квартиры и стараемся не тратить время других людей. Ну, в том числе и свое. Поэтому смотри видео. До новых встреч. Ну что, по поводу фотографий все понятно? Хорошо. Есть еще один момент, который не менее важен. Это грамотное описание объекта. В нем должна быть суть раскрывающая, кто владеет, как давно, за сколько продается, нужно ли занижение и прочие нюансы. То есть все то, что человек будет у тебя спрашивать. Больше информации – меньше вопросов. И вот пример того, как делать не надо. А. Тру. Тру. Редактор субтитров А. Корректор А. А очень понравилось? А, кто планировал.